Россия всегда выступает на стороне зла. Россия также, как и Турция, является очень серьезным международным игроком. Россия также выступает и в регионе, и вне региона, на чьей-либо стороне, но всегда выступает на стороне зла. В отличие от нее, Турция выступает все-таки на стороне добра. Мария, чеченцы все националисты, и это есть не спорь. Это запрещено исламом, но все же задумайтесь. Ингуш Муахид. Я думаю, что Всевышний Аллах не дал победу ичкирийцам по причине их грехов и заблуждений. Несомненно, среди них были те, кто был... Ассаламу алейкум, брат. Недавно видел видео, показывали ролик кадыровцев. Жалко видеть братьев. Красивые, сильные, в сунне борода, маша Аллах, но служат на пути Таута. Не слышал ли ты высказывания Владимира Милова про Эрдогана? Он сравнивал его с Путиным, называя таким же Ришалой в своем регионе, который пытается влезать и в Сирию, и в Карабах. Я не нацистка, но почему чеченские парни, прекрасно понимая, что мужчин у чеченцев меньше, чем женщин, женятся на представителей из других наций, а если чеченка поступает так, то ее осуждают? Финч, финч. Я не знаю, в чем твоя проблема. Если хочешь, ты можешь здесь сделать клич среди чеченцев, чтобы они женились на чеченках. Я думаю, в целом у нас нет этой проблемы, чтобы мы об этом сейчас вот на таком уровне говорили. У нас в основном чеченцы женятся на чеченках, а чеченки выходят замуж за чеченцев. У нас очень редкие случаи, когда чеченцы берут замуж не чеченок. И тем более, еще реже бывает, когда чеченка выходит замуж за не чеченцев. Это прям исключение из правил. Говорить об этом сейчас, как будто бы это какая-то повальная практика, и у нас реально не осталось чеченских парней, за которых могли бы выйти замуж чеченки. Но это же бред, это неправда. Зачем создавать из этого проблему? Давайте просто призовем, я не знаю, женитесь на чеченках. У нас там с этим проблема. Может быть где-то в какой-то европейской стране присутствует какая-то проблема. Давайте там это скажем, что есть вот такая проблема, уважаемые братья чеченцы, женитесь, пожалуйста, на чеченках вот в этом конкретном месте, там имеется какая-то проблема. Хотя я не знаю, чтобы даже в Европе имелась подобная проблема. Я не знаю, почему вот эти вопросы возникают. У вас, возможно, где-то вот в конкретно вашем случае вы где-то с чем-то столкнулись, но это не повально. В целом у нас именно в этом вопросе у нас нет никаких проблем. Потому что отношения у нас в народе, мы ведь знаем, как у нас к этому относятся. Особенно, когда заходит речь о том, чтобы чеченка там где-то вышла замуж за нечеченца. Мы же знаем, какая волна негодования бывает в нашем народе. Поэтому с этим у нас нет никаких проблем. Ассаламу алейкум, брат. Недавно видел видео, показывали ролик кадыровцев. Жалко видеть братьев, красивые, сильные, в сунне, борода, Машаллах, но служат на пути таута. В алейкум ассаламу, раматуллах. Внешний вид это не то, почему мы должны оценивать людей. Если бы люди оценивались по внешнему виду, тогда они все были бы, наверное, многие из них были бы очень хорошими людьми. Это не наш критерий оценки. Ну да, они пытаются выглядеть брутально, они пытаются внешне походить на мусульман, чтобы у многих вот такие вот впечатления, знаете, были, посмотрели, такие, о, как же так, вот они вроде бы все выглядят такие, как типичные мусульмане, значит, наверняка у них и действия правильные. Но мы должны в первую очередь смотреть на действия, на хукам, постановление того, что эти люди делают. А их внешний вид, он не должен нас обманывать. Да, в целом они могут выглядеть очень красиво в соответствии с сунной, но при этом их действия полностью противоречат не то, что там сунне вообще в корне, основам нашей религии. Тумсо, почему ты говоришь, что спортсмены должны геройствовать и выступать против власти? Ты сам неоднократно говорил, что если бы не тот случай с тобой дома, то ты жил бы, как и жил, тише воды, ниже травы. Все верно, я не говорю, что спортсмены должны геройствовать. Никогда я не говорил подобного. И я никогда вообще не призывал даже как-то высказываться людей, живущих дома. К этим людям вообще нет никаких претензий. Как ты сказал, я и сам жил дома, и был в их положении, и я их очень хорошо понимаю. Мой призыв к спортсменам был только лишь к тем, которые не живут дома, которые никак нельзя назвать этих людей принужденными, как-то зависящими от Родины. И когда эти люди, даже их я не призываю геройствовать, но когда они начинают как-то респектовать этой власти, как-то с ней дружить и так далее, в этом случае я говорю, что нет, этого делать вы не можете. Вместо того, чтобы делать это, наоборот, выступайте хотя бы против этого. Призыв, на самом деле, к ним заключается не в том, чтобы выступать против них. Можно просто не становиться частью этой системы, просто не иди с ними на контакт, просто не кричи, что Ахмад Сила, не фотографируйся с ними, не поздравляй их с их праздниками, не принимай от них поздравления, не отмечай их в своих публикациях, не популяризируй их. И все. Наверное, для кого-то уже это является геройством, да? Но на самом деле, это просто элементарное отстранение. Вот здесь нет какой-то критики, здесь нет ничего того, за что они бы начали на тебя охоту, чтобы тебя там убить. В этом нет, ничего ты не сделал, понимаешь? Просто не становись частью этой системы, говорю я этим спортсменам. И это относится только к тем спортсменам, которые никак от них не зависят, не живут дома, живут за пределами. Их карьера от них не зависит, никак с ними не связана. Они стали популярны за счет своей реальной, своей физической подготовки, своего таланта. Им они не нужны. Вот просто к таким людям мы им говорим, просто не становитесь частью. Если вы не готовы к тому, чтобы выступить против них, хотя бы не выступайте за них, не становитесь частью этой лживой пропаганды. А так, те, кто живут дома, они тоже, конечно, должны стараться не стать частью этой пропаганды. Как и я тоже жил дома и не был частью этой пропаганды, понимаете? Я находил же возможность не становиться ею. Если у них есть возможность не становиться, они должны ее использовать. Но, однако, этим людям мы найдем оправдание. Если они даже стали частью этой пропаганды, вынуждены, мы найдем им оправдание. Так как они реально находятся в принуждении, они находятся в их власти. Но этого оправдания мы не можем найти людям, которые там не находятся. И которые никак не связаны с тем, чтобы там... Ну то есть самое страшное, что их может постичь, это они просто потеряют возможность ездить на родину. Вот таких людей мы не можем оправдать. И поэтому им мы говорим, хотя бы не становитесь частью их пропаганды. Мария, чеченцы, все националисты, и это есть, не спорь. Это запрещено исламом, но все же задумайтесь. Сначала ты сделала утверждение ложное, что чеченцы, все националисты, и это есть, ты сказала. Все, это значит я тоже. Но я не националист. Те люди, которых я знаю, тоже не националисты. То есть ложное утверждение, и после этого ложного утверждения идет далее такая насыха, задумайтесь. Я думаю, Мария, это вам нужно задуматься. Ингуш Муахид. Я думаю, что Всевышний Аллах не дал победу ичкирийцам по причине их грехов и заблуждений. Несомненно, среди них были те, кто был искренен. Однако, искренности недостаточно. Нужно еще быть на пути Аглю Сунна. Ну, невозможно здесь поспорить. В целом, конечно, поражения имеют причину в самих нас, прежде всего. Мы хорошо все помним историю осады. Забыл я сейчас. Какая-то осада была при Абу-Бакре, первом праведном халифе мусульман, и ближайшем сподвижнике и друге пророка, мир ему с вами Аллах, когда будет доволен Аллах Абу-Бакром. И он, когда отправил два войска, они осаждали то ли персов, то ли византийцев, я сейчас не помню кого-то, и у них не получалось взять эту крепость. Очень долго уже длилась осада. Боевой дух уже ослабевал. Мусульмане испытывали трудности, голод. Ну, в общем, не так легко месяцами находиться на войне, тем более в тот период. И они написали письмо Абу-Бакру, в котором жаловались на свое положение. На что Абу-Бакр написал им в ответ свое знаменитое письмо, знаменитые слова. Он сказал, что причина ваших поражений в ваших грехах. Работайте, значит, над своими грехами, а я укреплю вас мечом Аллаха. И отправил к ним на подмогу Халида бен Валида. Поэтому это важная история, которая говорит нам о том, что любые победы и поражения – это от самих нас. И причина, конечно, в этом. Здесь я с тобой не могу, конечно, поспорить. Но это то бедствие, которое постигло не только нас, не только чеченский народ. Это постигло сегодня в целом всю нашу ум. К сожалению, мы все пребываем в таком положении. Да, мы должны это осознать. Мы должны поработать над собой. Мы должны… Именно поэтому мы должны не идеализировать наших погибших лидеров. А мы должны их любить. Мы должны делать за них дуа. Но мы должны из этого, из их ошибок делать свои выводы, извлекать уроки и не повторять эти ошибки. Вот почему мы о них говорим. Вот почему мы открыто признаем какие-то ошибки, допущенные в тот период. Не для того, чтобы как-то умилить их память, их достоинство. А только для того, чтобы мы это анализировали и в дальнейшем не допускали подобных ошибок. Не слышал ли ты высказывания Владимира Милова про Эрдогана? Он сравнивал его с Путиным, называя таким же Решалой в своем регионе, который пытается влезать и в Сирию, и в Карабах. Я не слышал высказывания Владимира Милова, но в целом я согласен с тем, что Эрдоган не то что пытается, а он уже стал таким геополитическим лидером региона. И даже уже вне региона. Потому что, ну не знаю, можно ли я назвать Ливию регионом. Для кого-то может, для кого-то нет. Это все-таки Африка северная. Но в целом мы можем считать это регионом, так как когда-то это все входило в одну империю. Все это является мусульманским миром. Поэтому Эрдоган и Турция при Эрдогане, она стала реально очень мощным геополитическим игроком на международной арене. С этим невозможно поспорить. Плохо ли это? Ну конечно нет, это нормально. Это стремление любого государства. Как и Америка сегодня является глобальным игроком во всем мире. Это же факт? Почему она является глобальным игроком? Потому что это мощное государство, которое набрало очень серьезный мускул за долгие десятилетия. Также и Турция при Эрдогане набрала этой мощи мускул. И сейчас Турция является таким полноценным геополитическим игроком. И то, что Турция влияет на страны в регионе, то, что она участвует даже в каких-то боевых действиях, политических процессах в регионе, это объяснимо и это нормально. За это никто не может критиковать Турцию. По крайней мере, я пока не замечаю за Турцией какой-либо преступной деятельности. Мы видим, что они в интересах своего государства находятся в Сирии. Мы видим, что даже находясь в Сирии, они выступают на стороне добра, то есть против Асада, который является абсолютным злом. И с этим согласен весь цивилизованный мир. Даже те страны, которые недовольны активизацией Турции, даже они понимают, что Асад является злом. Я говорю о таких странах, как Америка, как о Европейском Союзе в целом. Поэтому мы не можем сказать, что они выступают на стороне зла, в отличие от России. Россия всегда выступает на стороне зла. Россия также, как и Турция, является очень серьезным международным игроком. Россия также выступает и в регионе, и вне региона, на чьей-либо стороне, но всегда выступает на стороне зла. В отличие от нее, Турция выступает все-таки на стороне добра. То же самое можем сказать и о ее участии в ливийской теме. В Ливии Турция уступает на стороне легитимной власти, признанной международным сообществом. Никто не может сказать, что это неправильно, это противоречит нормам международного права. Никто ведь не может сказать. И это в интересах Турции, и они это делают. Я в этом плане вижу очень такую грамотную политику сегодняшнего турецкого руководства. Я надеюсь, я очень надеюсь, что они не докатятся до диктатуры. Обычно таким побочным эффектом вот такой вот деятельности бывает диктатура. Я надеюсь, что Турции удастся этого избежать, и она не скатится к этой диктатуре, и Эрдоган не станет там диктатором. Пока то, что делает Турция, мне лично импонирует. Я вижу именно в них такую серьезную страну, лидера мусульманского мира сегодняшнего. Ни одна другая страна не заявляет даже подобных амбиций, чтобы стать лидером мусульманского мира. Ни одна. Ни Саудовская Аравия, которая могла бы претендовать на это, ни тем более какие-то другие страны поменьше. Они не становятся. Саудовская Аравия, она хочет быть лидером чисто арабского мира, но никак не мусульманского. И не является она лидером мусульманского мира. А Турция, она прям заявляет об этом, имеет эти амбиции, не скрывает этих амбиций, и имеет возможность, то же самое главное. Имеет возможности. Субтитры создавал DimaTorzok